Добрый день, Дмитрий, город Пловдив, Харьков, Бен-Нох, глава Трума. Сегодня мы начнем нашу недельную главу Зера Шемшона. Глава интересная, можно, конечно, про нее очень долго говорить. Она начинает, глава Трума, целую серию так называемых икеевских парашьет, главы Икея. Напомню, 400 пасуков, представляете, про храм, про мешкан, точнее, про переносной храм, про царь Соломон, когда строил, там всего 70 пасуков, а здесь 400, и причем оно будет все повторяться, 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 повторяться. Поэтому некоторые мудрецы, лекторы, раввины, они стараются избегать большого количества уроков на эту тему, потому что непонятно, что рассказывать. Одно и то же, мы сейчас будем с вами повторять, повторять, повторять. В главе Трума идет приказ Всевышнего Машера Бену, как делать мешкан, потом начнутся, как они будут собирать и делать, потом будут отчеты о том, что сделали, и все одно и то же. Одно и то же написано. Но в любом случае, у нас всегда с вами есть что интересное найти, у меня не было проблем найти что-то интересное по этой недельной главе. Начнем, как всегда, с Зера Шемшона. Зера Шемшон сегодня я выбрал номер 10. Надо сказать, что у нас большое спасибо Александре Васильевне, наш постоянный спонсор наших уроков. Теперь у нас есть возможность оплатить за Zoom, за подписку. И начнем с Зера Шемшона 10. Шмот 25.11. Наверное, я сразу открою, делаю демонстрацию экрана. А почему у меня демонстрация экрана? Она почему-то приостановлена. Окей. Сейчас еще раз попробуем. Пробуй, сейчас будет. А, ты что-то мне там покрутил. Я понял. Вот, сейчас точно есть. Ты как сказал, из ниоткуда. Вот. Видна Шмот 25.11? Да, отлично. Увеличиваем. Я думаю, что больше не надо увеличивать. Тем более, оно у меня не увеличивается. Ну, явно ты там что-то подкрутил. Ну, хорошо. Шмот 25.11. Начинается изготовление, вернее, начинается заповедь. Между прочим, все знают, да? Спор между Рашей и Нахмонидом, когда даются вот эти самые строки, глава Трума. Раши говорит, что это с торок последних, третья часть пребывания Машера Бейну, после того, как он получал уже, после того, как случился телец, и он получал вторые скрижали, то есть третья сороковка его пребывания на Гальсинай, Раши. И вот в этот момент дается Трума. Ромбан говорит, нет. Еще скрижали не разбиты. Золотого тельца нет. То есть это первая сороковка, первая сороковка, которую он поднялся, когда получал первые скрижали, говорит Ромбан. Само по себе интересная тема. Но мы с вами все это дело изучали уже многие-многие годы, поэтому моя задача рассказывать то, что новое, интересное, свежее. И вот сейчас дается заповедь строить Мишкан. Но сначала Всевышний говорит, необходимо изготовить то, что называется на иврите кейлим, либо клей мигдаш, сосуды так называемые, vessel, как они говорят по-английски, сосуды Мишкана. Ну и, конечно же, самый главный сосуд Ковчег Завета, Арон Акодыш. Есть мудрецы, которые не считают его, между прочим, сосудом. Есть такие мудрецы. Но, в принципе, большинство, конечно, говорят, да. Это самый-самый-самый-самый главный сосуд. И он стоит особняком отдельно от всех. И вот с него начинается изготовление. Ишвод 25.11 написано. В-э-ти-пи-та. Причем в-э-ти-пи-та. Видите, написано. И покрой его чистым золотом. Изнутри и снаружи покрой его. И сделай на нем золотой венец вокруг. Это все про Ковчег Завета. Очень хороший, очень интересный посуд. Здесь можно застрять. Ну, во-первых, смотрите. У нас два слова. Один раз покрой. Тетапену. Второй раз покрой. Внимание, вопрос. Мы что с вами? Память у нас такая короткая. Один раз покрой. Второй раз покрой. Мы забыли? Это два разных покрытия. Алис, разберись там кто там. Во-вторых, очень интересно. Никогда я не обращал внимания. Можно изучить. Чистым золотом нужно его покрыть. Ковчег Завета. А вот венец уже не написано, что он из чистого золота. Между прочим, брусья для переноски тоже не из чистого золота. Очень интересно, почему золотой венец не из чистого золота. Но это тоже отдельная тема. Здесь этот пасук можно долго-долго-долго с вами изучать. А что же стало интересно нашему любимому Зарашимшому? Он говорит, Всевышний, как мы почитаем с вами здесь пасук 25.11.10. Перед этим мы видим, что Всевышний дает заповедь сделать ковчег из дерева шитим. То, что некоторые переводят акация. На самом деле непонятно, что это за акация такая интересная. И у нас тоже с вами был целый урок по поводу дерева шитим. В любом случае дерево было очень интересное. Очень твердое, крепкое, хорошее, высокое, прямое, 5-метровые балки. При этом это дерево, коробочку, ящик покрыть. Нужно золотом покрыть внутри и снаружи. Всем понятно? У нас, кстати, когда в Харькове, помните, были с вами уроки, кто у нас там был, ювелир, большой специалист. И он сказал, покрывают дерево воском, а потом сверху покрывают уже золотом. Плюс, например, в советских странах они еще берут маленькие золотые гвоздики и прибивают. Ну, очень интересно, как происходит покрытие дерева золотом. Ну, в любом случае, мы не знаем, как именно делал бицелель, но задача была такая. Берем деревянный ящик из дерева шитим и покрываем его золотом чистым снаружи и изнутри. Между прочим, для эрудитов. Сколько весил такой ковчег завета, кто помнит? А то я все и говорю, договорю. Сколько килограммов? Там от полутора тонн до двух с половиной тонн, говорят. От трех с половиной до пяти тонн. Все зависит от того, сколько была крышка. Пять? Ну, да. Ну, я имею в виду без крышки. Да, да, да. Пять или шесть тефаха. Ну, короче говоря, тяжелая была штука. В любом случае, задача бицелелю была объяснена очень просто. Это не то, что минора. Там сложно очень описание. А здесь все просто. Берешь деревяшку и... Как вы думаете, что пишет Раши на этот пасук? Раши нас удивляет. Смотрите, что пишет Раши. Мы, конечно, это дело увеличиваем для слепых. Мибайту михуц. Изнутри и снаружи. Три ковчега изготовил бицелель. Всевышний говорит один. А Раши говорит три. Два из золота и один из дерева. У каждого... Но это же это самое. Один же внутри, это же покрытие получается. Внутри, снаружи, получается, как бы три ящика друг друга оставляются. Как матрешка. Абсолютно нет. Это уже придумал бицелель. У него задача была взять деревянный ящик. И покрыть его, я рассказал, как воском, канифолью. Покрываешь дерево и сверху намазываешь краской золотой. Вот тебе и покрытие. Можешь его тонюсеньким делать. Можешь толстеньким слоем золота. Но покрытие есть покрытие. А он берет бицелель и делает не так, как говорит Всевышний. Точнее, Раши говорит. Может быть, бицелель... Ну, Раши говорит от имени бицелеля. Поэтому тут сложно цепочку всю проследить. И говорит Раши, три корчега изготовил бицелель. Слуша, арано, таса бицелель. Три. Два из золота, один из дерева. У каждого из них четыре стенки и дно. И открыты они сверху. Он поставил деревянный в золотой. Второй золотой в деревянный. Покрыл верхний его край золотом. Да. Так и есть. Да. Ну. Ну, я так и сказал. Просили делать три ящика. Если бы Всевышний сказал, сделай три ящика, было бы их прекрасно. Но было написано, сделай один ящик. Посмотрите, я поленился. Надо было 10-й вам выше, 10-й пасук распечатать. Один ящик из дерева шитим. Почему такая инициатива ненаказуема? Почему бицелель сделал не так, как Всевышний попросил? Или это, может, Раши ошибся? И Зарашимшон и говорит. Максим Гаулам. Весь мир задает вопрос. Что Раши здесь написал? Всевышний сказал один ковчег. А Раши пишет три ковчега. Смотрите. Это то же самое, что Всевышний сказал. В суке там надо столько дней сидеть. Семь дней. А мы думаем, не, ну так хорошо. Солнышко, особенно там где-нибудь в Офре, около Рава, Йоны, Левина. Давай будем не семь дней, а четырнадцать. Суке. Все равно ее потом разбирать, собирать. Это все, это преступление. Нельзя увеличивать. Тебе сказали один ящик, а ты делаешь три ящика. Ничего себе. Ну так получается, они же составляются и получается один ящик. Нет. Три ящика. Только тут написано, три ящика он сделал. Он не покрывал ничего. Он сделал отдельные ящики. Написано. Ну а потом же все собрал, собрал и получился один ковчег. Он же собрал. Смотри, Юрий. Три ящик ставил туда, а тот ставил туда. Сверху крышка. Все, один ковчег. Ну смотри, крышка. Про крышку сказано, что надо сделать отдельно. А что Бецалель не может понять, что у ящика должна быть крышка. Сделал бы крышку, да? Нет. Ему каждую деталь, говорят, отдельно. Потом мы знаем, вот на примере стола, да. Говорят, сделай эту юбку, да, у стола. То есть, как она должна быть. То есть, все детали Всевышний говорит. Ковчег должен быть сугубо прямоугольный. Ничего не должно торчать. И технология производства. Алекс, я придумал, что сказать Юрию. Юрий, тебе мама сказала, пойди сходи, купи папе эскимо. Мороженое в шоколаде. А ты берешь, приводишь одну мороженое, пломбир, и плитку шоколада. И говоришь, ешь, какая тебе разница. Ты понимаешь, чувствуешь? На плитку шоколада накладываешь мороженое и говоришь, вот эскимо. Не, но она не накладена. Я согласен. Я думал, сейчас скажешь, что приходишь в стаканчик шоколадный и вкладываешь мороженое. Тогда, да, пример. А так плитка шоколада и как бы там. Ну, самое главное, что видишь, уже... А потом еще оберка третий, да, получается? Да, еще и оберка. Сверху еще бантик. Вот. В любом случае, если Зеру Шемшону это удивляет, то нас это тоже должно с вами удивлять. Правильно? Ну, а дальше надо понять, а что имелось в виду? Бицалель был не такой простой человек. Парень 13-летний. Он первый хабадник, как мы называли. У него была хухма бенада. Умный был человек. И он умел разбираться в буквах, которыми творил Всевышний мир. Вот. Мы знаем, что с Маширом Бейном у него там постоянно были терки. И Машир постоянно вспоминал. Говорит, а, точно, мне так Всевышний говорил, а я забыл. Помните, мы у Рахаима изучали с вами. Бицалель – голова. Он знал, что он делал. Значит, что-то мы с вами не до конца понимаем, говорит Зеру Шемшон. Давайте разберемся. И мы разберемся как раз на основе ЙОМА-72Б. Раши сам нам подсказку дал. Смотрите, в конце у Раши написано ЙОМА-72Б. А что это за ЙОМА-72Б? А вот она, наша ЙОМА-72Б. Здесь перевод такой, знаете, где я этот перевод нашел, я не знаю. Дима, 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 можно? Давай. Вот смотри, 40-й пасук 25-й главы написано. Смотри и сделай по их устрою, что тебе видеть дано на горе. То есть, очевидно, Всевышний сам показал, как сделать эту всю штуку. Бицалель так и сделал. Машера Бейна увидел. Ну, Машера Бейна. Машера Бейну сначала показали все, а потом расписали все по полочкам. То есть, у Маше была есть возможность вспомнить то, что он увидел в комплексе? Да, да, я не спорю с этим, да, да, абсолютно. Но дело в том, что, очевидно, так сказал Всевышний сделать именно таким. Покрой, имелось в виду, вот, может быть, три ящика, но может быть, не знаю. Но самое главное, что вопрос вам понравился, согласны? А вот мы берем трактат Талмудайема, и здесь тот же самый. Изнутри и снаружи покрой его. Вот эту фразу уже объясняет Талмуд. Амар Рава, казал Рава. Коль Талмид Хахам. Здесь коротенький, поэтому кто-то меня просил чаще говорить на иврите. Коль Талмид Хахам. Каждый мудрец Торы. Че Эйн Тохо Кебаро. Тяжело перевести. Тохо, наверное, знают все. Бытох, внутри. А баро на арамейском бар. Это снаружи. То есть, то, что внутри, то, что снаружи. Так вот, у каждой ученик Торы, Талмид Хахам, мудрец Торы, у которого нет того, что внутри, того, что снаружи, Эйн Талмид Хахам, он не является мудрецом Торы. Во как, сказал Рава. То есть, здесь намек, вот уже по-русски перевод, вольный. Любой знаток Торы, чей внутренний мир не похож на его внешний мир, на его внешнюю сторону, выражение праведности неискреннее, не должен считаться знатоком Торы. То есть, человек, который считает себя мудрецом Торы, должен вести себя внутри точно так же, как ведет себя снаружи. Все, что у тебя внутри, такое же снаружи. Все, что у тебя снаружи, такое же ты внутри. Очень сложно достичь этого. Если мудрец Торы этого не умеет делать, то, скорее всего, он не мудрец Торы. То есть, Арон Аходыш показывает нам, какой должен быть человек. О, ты видишь? Слушай, тогда вопрос, почему не сделать ковчег в весе золота? Зачем? Потому что нельзя. А куда ты яцерара денешь? Простлойка вот эта ицерара, и вот это вот физическое тело, которое, она вот будет постоянно... Дерево. Молодец. Все, вы... И оно еще должно расти. Дерево, которое растет. А дерево – это человек по кабале. Вот вы все видели. Дерево – человек, да. Все рассказали, все показали, закончили с Зера Шемшоном. Молодцы. Нет, у него чуть-чуть все... у Зера Шемшона все сложнее. Смотрите. Во-первых, я советую вам эту фразу запомнить наизусть. Ее, вы не представляете себе, сколько я эту фразу слышал. У многих-многих равинов, лекторов. Че эйн то хо кэ варо. Че эйн то хо кэ варо. Будь таким внутри и снаружи. Не надо выделываться, во-первых. Плюс не надо... Ну, обычно приводят пример. Идет человек, весь такой из себя. В наряде, со штроймелем, из дорогого меха. И у него борода, может быть, около метра больше, чем у абарбанеля. И весь такой ты праведный. А внутри какашка. Так Равин сказал, не я. Как раз о таких людях говорит здесь Тора. Человек должен стараться, особенно мудрец Торы, должен стараться быть таким, как он снаружи, таким же он внутри. И это все выведено, вы удивитесь, из нашего пасука про ковчег Завета. А дальше продолжает уже наш царь Ашимшон. Он говорит, очевидно, Бецалель, конечно же, сто процентов знал, что внутри ковчега будут храниться скрижали Завета. Ну, наверное, все знали. И человек, который изучает Тору, является как бы носителем Торы внутри себя. Ходячий свиток Торы. И Бецалель в своей мудрости понял, что не стоит брать деревянный ящик и покрывать его золотом снаружи и изнутри. Непонятно. Все равно непонятно, почему, чем отличается. То есть, мудрец Торы, к нему нужно, особенно в хасидских праведниках, в хасидских общинах, к нему большое уважение. Он буквально ходячая Тора. Он содержит эту Тору внутри себя. Поэтому покрытие золотом деревянного ящика нужно понимать с этой точки зрения, говорит Завета Ашимшон. Внимание, вопрос, какая разница. Делали мы три ящика, то есть, все равно же деревянный один. Либо мы взяли деревянный ящик один и покрыли золотом слева-справа, то есть, изнутри-снаружи. Какая разница. Если ответ совсем вкратце, то золото будет аннулировано деревом. То есть, дерево как бы аннулирует золото. Внимание, вопрос, почему. А вот это уже нужно доказать. И доказывает Завета Ашимшон с помощью Аллахи, Мишне Тора, Маймонид. Он привел нам две ссылки из двух мест, Мишне Тора. Первое, это законы про сосуды. Следующие правила применяются, когда человек делает сосуды частично из дерева и частично из металла. То есть, бывает, когда сосуды, чуть-чуть дерева, чуть металл. И мы, между прочим, целая куча проблем с этим, между прочим. Одно дело, когда там стеклянная чашка или деревянная чашка или железная. Мы знаем, как ей нужно себя вести, каким образом она получает нечистоту, как бороться и так далее. Как кашрутные все вещи. Мы знаем. А вот когда она мешана, металл частично, дерево частично. Так вот, пишет нам Маймонид в таких случаях. Если дерево служит металлу, оно восприимчиво к примесям. Если металл служит дереву, все чисто. О чем речь идет? Речь идет о том, что если мы берем дерево, покрываем его металлом, то вот это покрытие металлическое, оно вторично. Самое главное – дерево. И законы по обслуживанию этой посуды будут, как у дерева. И наоборот. Можно взять металл, покрыть его деревом слева, справа, снизу. Но это не спасает ничего и никого. У нас будет основной металл, а вторичное – дерево. Вот о чем говорит нам Маймонид. То же самое здесь. Минара, закон уже про храм. Минара, ее сосуды, стол, сосуды, жертвенник для воскурения, все сосуды, богослужения и так далее, и так далее. Могут быть изготовлены только из металла. Они недействительны, если сделаны из дерева, кости, камня и так далее, и так далее, и так далее. О чем речь идет? Совсем еще раз проще объяснить. Деревянный сосуд. Если его покрыть золотом или золотыми листами, он будет деревом. Металл служит дереву. Ну да, вот это мне, я не понимаю, как это по-русски сказать, но другого варианта нет. Металл служит дерево. Ну, основное дерево. Металл второстепенный. Придумал я примен дурацкий. Все любят украинскую забаву. Называется сало в шоколаде, да? Вот, есть такая, есть такая гадость. И вот оно то же самое. Непонятно, чем это считать. Салом или шоколадом? Наверное, если мы покрываем сало шоколадом, наверное, самое главное там это белая субстанция, самое главное. А шоколад здесь несет дополнительную роль. То же самое здесь. То есть, если бы Целель сделал дерево, а покрыл его золотом, то самое главное дерево. А золото, извините на секундочку, мы сейчас говорили с вами, что это тарах. А оно будет торостепенно. И два знатока Торы, вернее, для знатока Торы, говорит Зарашемшон, то же самое. Если бы деревянный ковчег был покрыт золотом, то аналогия, которая Маша, и то, что называется у нас приемлемо для ковчега, это знаток Торы. Внутри ковчега находится скрижа Лизавета, внутри мудреца Торы находится знание Торы, да? То человеку, как дереву, разрешено гнаться за физическими удовольствиями, всяческим образом помогать своему телу получить кайф. Вот. И потому что деревянный ковчег был бы главным, а золото, то бишь Тора, ну это не только, наверное, Тора, это и нравственность, и морали, и Тора, и душа, заповеди, все-все-все-все, все это мы называем золотом, который происходит из Торы. Они якобы второстепенные, что важнее, заповеди или мой желудок, ну и, судя по всему, самое главное, я. Да? Вот. Так можно было бы подумать. И так подумал Бицалель. И тогда мы делаем вывод по гаморе, промежуточный, что Бицалель смотрел будущее. Он понимал, что нам в 21 веке очень надо уроки морали. И он решил сделать не деревянный ящик и покрыть его изнутри, снаружи золотом, как в этом случае написано, где самое главное будет дерево, а золото, Тора, так себе, да? Он решил сделать все интересно. Три ящика. Один деревянный, два золотых. В этом случае главными остаются и золото, Тора, и дерево, человек. Вот, что хотел сделать Бицалель. Внимание, вопрос. Вы должны меня это дело спросить. А доказательства? Доказательства. Бицалель хорошо, умница, молодец. А для нас доказательства? А доказательства очень простое, смотрите. Я же в самом начале вам показал. Покрой его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его. У нас два раза написано покрой его. Если бы речь шла только об одном деревянном ковчеге и покрыть его изнутри, снаружи золотом, то не надо было второй раз писать покрой. Второе лишнее, избыточное слово покрой его, оно говорит как о покрытии золотом, как о самостоятельной важной сущности. Вот этот цепуй покрытия не является вторичным по отношению к дереву никоим образом, говорит Зарашимшон. То есть деревянный ящик сам по себе, а золото, Тора, заповеди, сами по себе. Они такие же важные. И поэтому два раза написано цепуй, цепуй, покрой, покрой. И это, оно точно важно. Поэтому и сделал бы цель Эль три ящика. Но дальше Зарашимшон не успокаивается. И уже начинаются его личные хидуши. Все, что сейчас я сказал, это в принципе и в Талмуде написано. А вот хидуши, они интересные. А зачем нужны два слоя золота? Один снаружи, второй снутри. Какая разница? Один можно было сделать внутри. Смотри, человек ведет себя очень скромно, хорошо, он как мораль из Праги. Сидел там у себя в Праге, никто и не знал, что он такой весь из себя, пока не умер. Начинаю книги его смотреть. И ой, какой был большой человек. Скромно себя веди и все. Пусть будет золото один слой. Зачем два? Один на улицу, второй внутри. И он дает нам три ответа. На самом деле это очень большой вопрос. Зачем нужно два слоя золота снаружи и внутри? Большой вопрос. И на него дается три ответа Зарашимшона. Честно говоря, сначала, когда я прочитал этот вопрос, думаю, ну сейчас, наверное, он уйдет в ушную тору и письменную тору. Нет, он совсем в другую сторону пошел. Ответ первый. Золото внутри. То есть мы берем сейчас, объясняем, золотой покрытие золота, то есть внутренний ящик золотой. Иногда знатоки Торы, говорит Зарашимшон, вынуждены льстить полным грешникам. Вообще-то лесть грешникам запрещена. Мы с вами, кстати, между прочим, учили в редких случаях, например, как Яков льстил Эйсау для спасения жизни. Но вообще-то это запрещено. Но тем не менее, говорит Зарашимшон, мы знаем, что были такие случаи, когда руководитель еврейской общины, для того, чтобы спасти общину от напастей нееврейских правителей, он иногда там, иногда они взятку приносили, иногда они улыбались, иногда они еще что-то говорили. Они, как сегодня у нас на севере от Украины, стараются спасти свою общину, поэтому приходится дружить с нехорошими людьми. То есть иногда руководителю общины, мудрецу Торы, приходится льстить грешникам, говорит Зарашимшон, президентам, королям, царям и всем остальным. Чтобы община смогла выжить, особенно в Галуте, иногда нужно это делать, хотя не совсем-совсем хорошо. И тогда золото внешнее, оно как бы стоит, говорит Зарашимшон, отдельно от золота внутреннего, понимаете? То есть для чего нужно внутреннее золото? Потому что внутреннее золото, оно твое у человека мудреца Торы, его никто не может никоим образом тронуть. Оно всегда стоит, даже если ты будешь в тюрьме сидеть, где-то там в большой яме. Оно твое, это золото, твоя тара, твое знание, твое митцво, твое заповедь. А внешнее золото, говорит Зарашимшон, в некоторых конкретных случаях сложных, иногда приходится выживать. То есть в редких случаях мудрец Торы может быть снаружи одним, а внутри другим. То, что мы с вами только что говорили, Йома-72Б, правило имеет исключение. Второй ответ – золото снаружи. А это уже гораздо интереснее. В прошлое было золото внутри, а сейчас золото снаружи. Есть Псахим-50Б. Раби Ягуда сказал, что Рав сказал, человек должен всегда заниматься Торой, изучать Тору, а также исполнять заповеди, даже если он это делает не ло-лишма. Потому что, когда он их начнет изучать, делать заповеди, изучать Тору, он будет делать лишма. Это тоже очень знаменитый. Дмитрий, вопрос короткий. А там написано именно человек, а не еврей? Ты по поводу 50Б? Ну, что нужно изучать, ну, просто, например, некоторые, слушаешь, те, которые Равины говорят человек, а некоторые говорят, еврей должен изучать Тору и так далее. Вопрос ты задаешь очень большой, грандиозный. Сейчас я на него тебе не отвечу, потому что тут можно... Нет, я говорю, сейчас там написано, что человек именно, да? Да, там написано человек. Если интересно, Алекс, открой Псахим-50Б, посмотри, что там будет написано. Понятно, что здесь речь идет про еврея. Можно ли это экстраполировать на не еврея? Сложный вопрос, надо изучить. Ну, просто, когда говоришь, говорится, когда человек, тогда, конечно, ты, как бы, ну, а человек, как там написано? Адам, да? Алекс посмотрит. Если посмотрит. Смотрю, смотрю. Вот, то есть, это старая добрая тема. Человек, в кавычках, когда начинает изучать Тору, он может изучать Тору, потому что ему интересно, потому что ему платят зарплату. Если он маленький, папа ему дает шоколад после каждого урока. Можно изучать Тору, чтобы быть очень, чтобы казаться очень умным, чтобы тебя уважали. С одной стороны, что это за изучение Тору ради 100 долларов в месяц, как у нас там в одной организации. Ну, как ты можешь за деньги Тору изучать или за плюшки приходить? Ты Тору учи, а ты приходишь за эклерами из кофе. Нет, говорят мудрецы, особенно маймонит на эту тему. Ты начнешь изучать потихонечку, потихонечку, потихонечку за конфеты. Через некоторое время ты будешь изучать ради нее Лишма, ради самой Торы. Главное начать. Вот, то есть, это касается не только изучения Торы, а исполнения заповедей вообще. Примером можно приводить большое количество, очень умные раввины. Они стараются это дело использовать. Вот самый последний случай, когда я видел, человек, превращая еврей, становится религиозным, возвращается, делает шубу. Но у него по субботам, он там в Америке где-то живет, у него футбольный матч. American football. И он говорит, Рэбе, ну как я могу? Я всю жизнь смотрел по субботам футбольный матч. Ну как я могу не смотреть этот раз? Я помню, ты первые уроки приносил печеньки и всякие. Да, у нас в Харькове печеньки были, да. Хорошее воспоминание. В итоге хороший умный Рэбе сказал, ладно, хорошо, будешь, исключение тебе сделаем, будешь шаббат, субботу смотреть свой футбол. Но всю пятницу делаешь, как я тебе скажу. Согласен? Согласен. То есть главное начать. И можно исполнять заповеди, изучать Тору не ради них, по своим каким-то непонятным там причинам. Рано или поздно после изучения вот такого непонятного будет осмысленное изучение ради нее. И поэтому, говорит Заря Шемшо, у нас есть золото снаружи ковчега. Человек исполняет заповеди. И ты думаешь, какой он большой праведник. И на самом деле он не знает, что он делает. Он неправедник. Он думает, когда же мне дадут 100 долларов, я быстренько пойду домой. И здесь у нас золото снаружи, есть золото внутри. Понимаете? Мы сейчас говорим про то, что он праведный снаружи. Но, говорит Заря Шемшон, бывают такие уникальные случаи. Золото внутри и золото снаружи. Такие люди. Гетин 54b. Мудрец иногда хорош и приятен. И внутри, и снаружи. И это свойственно только очень мудрым людям и очень праведным. И что в таких случаях происходит, говорит Заря Шемшон? Хад битрей ботель. Отменяется одно, отменяется двумя. То есть у нас есть, смотрите, есть дерево. Золото справа, золото слева. И как бы вот это дерево, оно аннулируется. Потому что у нас очень много этого золота слева, золота справа. То, что мы с вами когда-то учили, помните? 60 граммов говядины отменяют 1 грамм свинины. То же самое и здесь. Когда у тебя, ты хороший внутри, хороший снаружи, твое тело, оно становится очень-очень тонким, духовным. И оно не влияет на твою жизнь. Твое дерево. И его мысли внутри, и снаружи, и действия очень хороши, очень прямы. Тело продолжает отменять свое удовольствие из-за утонченности души, сказал Заря Шемшон. То есть тело человеческое становится контролируемо душой. Ну это уникальная вещь, я таких людей, наверное, знаю, там можно их посчитать на пальцах. Рассказали мне про Бабасали, новый рассказ. Помните, у нас эти про Бабасали рассказы. Я не особо люблю совсем фантастические истории про него. А вот история очень хорошая. Едет грузовик. Или Кока-Кола, или что-то подобное. Какие-то напитки развозит. Большой грузовик. И за ним едет с водителем Бабасали. Они едут чуть ли не из Иерусалима, в Тель-Авив. И Бабасали говорит, пожалуйста, обгони его по сигналь. Окей. И водитель Бабасали, кстати, между прочим, он у него много-много лет работал. Водитель тоже столько рассказов рассказал. В любом случае, как Бреба сказал, так он и сделал. Он обогнал водителя грузовика. Открой окно. Грузовик открывает окно. Бабасали говорит, остановись, дай мне водички выпить. У тебя полный грузовик. Водитель грузовика, да что он мне голову мормочет. На трассе, первой трассе, какая водичка. Иди, что, остановись там где-то на заправке, купи. И поехал дальше. Водитель говорит Бабасали, не хочет. Бабасали говорит, ну попробуй еще. Давай еще. Ух, Реба сказал, надо, значит надо. Он снова его обгоняет с левой стороны. Хорошо, хоть с левой. Не как в Англии, с правой. Обгоняет. Опять говорит, остановись. Отодвигается в окно. И Бабасали говорит, ну можно хотя бы маленькую бутылочку воды попить. Пить хочется. Ну, водитель что-то мат-перемат, по газам и поехал. Окей. Через некоторое время они там где-то остановились у Бабасали. Туда, сюда. Едут дальше по этой трассе. И видят большая-большая авария на перекрестке. Начинают смотреть грузовик. Лежит перевернут грузовик. Куча крови. Нет у того больше водителя. И Бабасалевский водитель спросил, Реба, что случилось? Как вы? Как вы? А он говорит, когда мы с тобой его догоняли, я увидел ангела смерти прямо над машиной. И я хотел, чтобы он сделал что-то сегодня очень хорошее. Это бы не полностью отогнало бы ангела смерть. Но сегодня у него бы точно не было проблем. Вот, пожалуйста. Вот Бабасали. Как он это все делал? Я не знаю. А как он? Ладно. Вот такие люди, такого уровня, как Бабасали, который весил 42 килограмма и кушал 250 грамм молока и кусочек хлеба утром. 250 грамм молока и кусочек хлеба. Он кушал нормально только по шаббатам. Все. А, еще всякий там бритмелон. И все. Весил 42 килограмма в 94 года. И он нормально жил, и все у него было хорошо. У него, его дерево, его тело, оно было ничтожно. Оно было аннулировано золотом снаружи, золотом справа. И про таких людей говорит Зарашеншон. Духовные удовольствия они вытесняют физические у таких людей. Золото внутри, золото снаружи. А можно тут вопрос? Давай. А как это вяжется с тем, что нельзя быть аскетическим, как в сегодняшнем? Сейчас будет, сейчас будет. По этой причине Бицалей сделал три ковчега отдельно друг от друга. Чтобы иногда по необходимости можно было пользоваться одним в одиночку. Либо внутренним, либо внешним. И даже деревянный нужен, когда пользоваться в одиночку. Все-таки тело есть тело, да? То есть не можешь все время летать в небесах. Нет, ты человек на этой земле, тебе он нужен, этот твой деревянный. Его нельзя полностью аннулировать. И говорит нам Зарашеншон. Хорошо. Так может это правильно, к этому надо стремиться. Уходить от физических потребностей. Летать. Питаться святым духом. Быть очень-очень праведным человеком. И говорит нам Зарашеншон. Нет. Он дает два ответа. Два источника. Источник номер один. Один вы из них знаете. Это Мишлей. Смотрите. Гумель навшо иш хасы. Человек милосердный творит благо душе своей. Это одно из... У нас есть специалист большой Юрий Помишлей. Зарашеншон говорит, вот эта сама фраза, что человек должен душе своей делать хорошо, это означает, что надо пользоваться удовольствиями этого мира. Разрешенными. Ашерными. Но нужно пользоваться. Ну, дальше почитайте. Очень много комментаторов на этот посуд. А другой, который мне больше нравится, и которым слышали многие, это Ярушал, Микедушин 4.12. Раби Иския, Раби Коин. Вот имя Рава сказал. Каждый человек должен будет оправдать себя. То есть его будут судить на небесном суде. За все, что видел его глаз и чего он не ел. Вот вы где-нибудь там видели, какие редкие фрукты, овощи. Так вот, если вы видели глазами, но не ели, потом на небесном суде будете оправдываться. Почему? Более того, Раби Элиезер принял к сведению это утверждение, то, что тут написано. Копил монеты, из которых он ел каждый вид раз в год. То есть человек собирал деньги, ел все эти редкие фрукты, редкие овощи и так далее, и так далее, и так далее. Я очень люблю это доказательство из Ярушалмы. И мы видим, что быть аскетом плохо. Мы не такие, как бы вассалии. Наверное, большая часть из нас не станет такими людьми. Был шанс попробовать редкий фрукт или овощ, ты отказался, будешь нести ответственность. 100% после 120 лет. Ну, конечно же, мы сейчас говорим только о разрешенной еде, разрешенными способами, все по закону. Точно так же, говорит Зарашемшон напоследок, когда человек начинает учиться, он еще не совершенен в своих качествах, поступках. И сказано в Псахим 68b, когда человек начинает изучать Тору, он может делать ее, изучать Тору с какой-то своей, там, третьей непонятной целью. Каждый еврей обязан ее изучать Лейшма, Тору ради нее, безо всяких третьих интересных вещей. Плата приятная, интересная, смешная, буду очень умный, будет у меня хорошая зарплата уравина. Нет, ее надо изучать только потому, что ее надо изучать. Так вот, поначалу, говорит Зарашемшон, можно это дело изучать. Дмитрий, это же можно относить, весь этот принцип можно относить и к соблюдению заповедей. Абсолютно верно, да, согласен. И как только ты, говорит Зарашемшон, становишься мудрым, обретаешь знания, качества, хохма и мусар, то ковчеги, они как бы не отделяются друг от друга, все три рассматриваются как одно. Дерево аннулируется в свете золота, а тело аннулируется в свете души. Вот такой интересный сегодня Зарашемшон. Мы объяснили поступок Бецалеля. Сказали один, он сделал три. Плюс мы объяснили, почему он имел право это сделать. Лишняя, избыточная фраза. Покрой его, покрой его. Бецалель действительно умел читать мысли Имашера Бейну. Он знал, что хотел сделать Всевышний. Поэтому все совпало. И Раши оказался прав, и Бецалель прав. И мы все это узнали с помощью Зарашемшона. Я выключаю запись, готов ответить на ваши вопросы. Дальше у нас по плану будет Аргаман. Продолжение следует...